На сегодняшний день многие стадионы и спортивные залы временно закрыты. Но это не является поводом прекращать активную деятельность. Спорт на карантине вполне имеет право быть. Наши западно-казахстанские спортсмены проводят онлайн-тренировки и призывают граждан присоединиться к ним. Уральские шорт-трекисты достойно защищают не только честь нашей области, но и всей страны являются призерами республиканских и международных соревнований. Многие западно-казахстанские спортсмены входят в состав национальной сборной. Трое спортсмены состоят в штатной команде, среди которых и Адиль Галяхметов. В свои 21 год Адиль является мастером спорта международного класса по шорт-треку. Сейчас, когда у молодого человека появилось свободное время, он не теряет его даром – проводит онлайн-тренировки. Как отмечает спортсмен, регулярные и полноценные тренировки можно проводить и дома. Главное, чтобы было желание. Я Галяхметов Адиль. Мастер спорта международного класса по шорт-треку и представляю Центр подготовки Олимпийского резерва. Сегодня я провел онлайн-тренировку. Посмотрели достаточное количество человек. И это радует. Давайте также будем тренироваться дома до окончания карантина. Безбергенз. Инициативу спортивного челленджа подхватили также профессиональные фитнес-тренеры Уральска, которые ежедневно через соцсети демонстрируют, как можно заниматься спортом в домашних условиях. Как говорят сами спортсмены, сейчас особенно важна любая информационная поддержка. В особенности популяризация здорового образа жизни в условиях самоизоляции. Самое главное не лениться, отметил тренер по фитнесу Андрей Макаренко. То, что карантин, это, конечно, печально, так как залы все закрыты. Но ничего, не стоит расстраиваться. Можно тренироваться дома, поддерживать форму. Обычные элементарные домашние физические упражнения, которые могут поддержать хотя бы на время карантина, то, что вы набрали, или усовершенствовать немножко. Поэтому, я думаю, главное, задача не останавливаться. Потому что очень тяжело, конечно, иногда лень у некоторых людей преобладает. Но все равно, я думаю, лучше заниматься, лучше тренироваться и готовиться потихонечку, пока все это не закончится. А мастер спорта по женскому бодибилдингу Инна Синделеева считает, чтобы быть в хорошей физической форме, нужно не только усердно тренироваться, но и правильно питаться. На своей страничке в Инстаграм Инна также выкладывает рецепты правильного питания. Вы можете сейчас на карантине, как раз у вас есть время, чтобы себе что-то вкусно правильно приготовить. За счет карантина, как бы это печально не было, но можно привести форму в порядок даже дома. Готовить всякие вкусности с простых продуктов. Некоторые думают, что это дорого, но все можно с простых продуктов приготовить. И при этом также тренироваться дома. И к лету вы будете довольны, у вас не будет никакой депрессии, что у вас где-то там набралось, поправились вы. А наоборот, вы скажете, какая я молодец, на карантине себя так привела в порядок. Век высоких технологий сегодня человеку доступно все. Онлайн-обучение, тренировки, различные семинары, тренинги. Может, сейчас наступил тот момент, когда есть свободное время, и его можно уделить своему здоровью. А на страницах в соцсети известных спортсменов можно найти для себя интересные комплексы упражнений и продолжить заниматься спортом, соблюдая режим самоизоляции.